165 килограммов в рывке и 196 в толчке взяты, а это значит бронза уже в кармане. Борьба за награды Давиду Библ давалась нелегко, соперники у сочинца были серьезные. Если цели обойти чемпиона мира 2016 года не было, то вырвать второе место у спортсмена из Ханты-Мансийска Давид вполне бы смог, но, увы, дело случая. Мог бы реально стать вторым, немножко не повезло именно в техническом плане, то есть буквально два сантиметра решали второе место. В принципе, я доволен, третье место для меня тоже впервые за 15 лет в спорте, тяжелые атлетики, то есть на чемпионате страны завоевают третье место, для меня это большая награда. К чемпионату России Давид Библ готовился три месяца, активно помогал ему известный сочинский тяжелоатлет Владислав Яркин. Площадка для тренировок – это зал федерального центра Югспорт. Здесь Давид не только совершенствуется в тяжелой атлетике, но и работает, поэтому руководство тренировочной базы оказывает помощь спортсмену. Они мне помогали, всячески поддерживали, то, что касается медицинских вот этих восстановительных процессов, то есть без этого я бы, ну, как, конечно, было бы гораздо сложнее. Ближайшие соревнования в тяжелой атлетике – чемпионат мира. Давид не уверен, что будет отобран на этот турнир, но сочинец уже включен в состав сборной команды России и через две недели отправится на сборы. Сначала в Кисловодск, затем в родной Сочи. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.